Дорогие друзья, продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о том, как мы переживаем трагические ситуации в нашей жизни. Катастрофы, чрезвычайные ситуации, эпидемии, трагические ситуации в нашей жизни любого характера. И если у вас в жизни были такие случаи, и вам с ними сложно справиться, пожалуйста, задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Потому что сегодня у нас в гостях известный психолог Ольга Ковалева. Итак, Ольга, что происходит в жизни человека, когда он попадает в такую ситуацию? Что происходит с нашей психикой в момент попадания в эту ситуацию? Затем, когда мы выходим уже и, слава богу, остаемся живы? Как действует механизм нашей психики? Что мы делаем неправильно? И что надо делать? Существует большое количество воззрений на те стадии, которые проходит личность человека после попадания в травматическую ситуацию. И эти стадии, они исчисляются иногда четырьмя пунктами, иногда двенадцатью. Вот так много. Мы ограничимся четырьмя, потому что остальные более полно просто описывают процесс. Первая стадия – это шок и отцепенение. Человек не в состоянии понять, что произошло. Человек не может, поскольку, как мы уже говорили, это внезапное событие, это вламывается буквально в картину мира. И поскольку психика человека и организм человека в этот момент заняты спасением жизни, спасением близких, спасением имущества, какими-то очень экстремальными хлопотами, в этот момент времени у нас нет возможности сидеть и осваивать, что же такое пришло в нашу жизнь. Поэтому первая реакция на протяжении нескольких дней, будь то стихийное бедствие или будь то потеря близкого человека. Вот здесь мы говорили про универсальность, и здесь различаются периоды, но стадии психика проходят у всех одинаковые. В первый момент времени это шок и отцепенение. То есть вообще такое обездвиживание, обесчувствовывание, потому что буквально человек ощущает себя в шоке, потому что невозможно каким-то образом к этому пристроить смыслы. Понять, и понять, почему, как, каким образом. Это нормальная ситуация. Мы еще говорим о том, что иногда же близкие или человек сам пугается, ой, что со мной происходит. На самом деле нужно понимать, что это нормальная стадия, которую нужно перешагнуть потом в какой-то момент. Совершенно верно. И нормальной реакцией психики в данной ситуации, если ситуация требует активных действий, являются активные действия, пусть даже беспорядочные. А вот если человек при надвигающемся на его потоке воды, например, стоит и смотрит на... Уже оцепенел. Уже оцепенел. Все, мы можем говорить о том, что здоровые структуры психики отказались. Защитные структуры механизма отказались. Да, которые должны включаться в любой ситуации, вне зависимости, как у нас работает сознание. Все равно этот институт выживания, он один из самых главных. Вот, вторая стадия – это отрицание. Отрицание и агрессия. Отрицание факта того, что это произошло. Вот когда, почему я, почему со мной, как же это случилось. То есть непринятие того, что произошло. За что? Да, да. Поиски виноватых. В случае смерти с близкими, попытка вернуть этих близких. То есть вот поиск в пространстве тех тонких нитей, вот ниточки еще держат образ другого человека, ниточки нашей психики, ассоциативных связей. И поэтому память все время к ним возвращается. И в этот момент времени, как раз поскольку психика не находит этой прошлой жизни, возникает вот это недоумение, это возбуждение, перевозбуждение, которое выливается в агрессию, иногда вербальную, а иногда и вплоть до физических действий. Так, третья. Следующая стадия, да, и вот эта стадия, вторая, она достаточно долгая и для многих людей очень болезненная, одна из самых болезненных стадий. А потом начинается не менее болезненная стадия, но тем не менее она является уже очищающей. Это признание и боль. Признание. И очищение. Да, признание. Как правило, в это время и слезы могут быть, да? Да, 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 совершенно верно. То есть до этого момента психика отказывается признать факт, и поэтому она не может горевать. Но как только произнесены слова «да, ты умер», вот здесь буквально открывается калитка чувств, и действительно происходит очищение. Очень правильное слово, потому что напластование эмоций, аффекта огромное. И одна из самых сложных ситуаций – это то, что человек вынужден держать этот объем. А тут происходит разрядка, да? Да, происходит разрядка. Но, с другой стороны, надо сказать, что мы не можем говорить о том, что здесь вот такая однополярная минус психики. Потому что вот это поднявшееся напряжение позволяет человеку в этот момент времени совершать необходимые действия. По спасению, по организации похорон, по, ну, допустим, если это переезд, который тоже был... А ты, типа, всё мудро устроено. Казалось бы, трагично, но мудро. Наша психика очень тонко устроена, и поэтому, собственно, она и выживает, что вот мы с вами сейчас говорим про те вещи, которые заставляют человека страдать в этих стадиях, но на самом деле там всегда есть балансирующий элемент. Вот. И поэтому после того, как происходит вот это очищение, наступает следующая фаза. Это ориентация в пространстве, в новом пространстве. И если это связано с потерей близкого человека, это организация этого пространства уже без его участия. Привыкание уже к новому этапу жизни. Потому что вот если мы обратимся к описанию каких-то случаев, например, с разводами, то один из авторов приводит такой пример, что когда жена теряет мужа, она ведь теряет различные социальные роли. И нужно разобраться, кого она потеряла. Бухгалтера, помощника по дому, любовника, отца своих детей. Это не просто образ, это еще и определенные функции. Это не только любовь. Надо найти себя в жизни. И при этом, неважно, женщина, мужчина, потерявший вторую половину, приходится найти механизмы, которые позволят жизни существовать дальше. То есть заместить эти функции, которые потеряны. Адаптация, да, к новой ситуации. У нас очередной звонок в студию. И давайте послушаем вопрос нашего телезрителя. Пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что год назад у меня, может, нестандартная ситуация, как у всех, год назад у меня трагически погибла собака. Мой муж ее застрелит в дверске вместе со своими друзьями. И вот на протяжении уже год с лишним я не могу прийти в себя, потому что мне очень трудно жить. Я закрылась себе, мне не хочется никого видеть, никого слышать, ничего. В моей жизни вообще все померкло, потому что кроме... у меня нет детей, у меня ничего в жизни уже нет. Ни родителей, ни родственников, ничего. И мне очень трудно жить, я не знаю, как дальше. И я не могу сама справиться. И у меня вот такая ситуация. Помогите мне, что мне дальше делать? Скажите, это произошло на ваших глазах? Нет, я шла, короче, и когда подходил к дому, вот слышал эту стрельбу, ее очень зверски убили. И муж мне не дал ни проститься, ничего. Потом она дал этим людям ее, в общем-то, съесть. И до сих пор я никак не могу, я выхожу во двор, и все, и я не могу. Вот у меня... Скажите, пожалуйста, а вы продолжаете жить с этим человеком? То есть какие у вас сейчас отношения с ним? Мы живем на одной территории, но в разное. Я перешла как бы во временное жилье, но как бы... То есть вы не разведены? Вы не разведены? Нет пока, потому что, ну, пока у меня с жильем проблемы, не могу. Ну, то есть нет. Пока живем. Да. Но вы уже больше после этого случая как бы не живете? Да, я в него не верю, я его перестала. Вообще, вот, я вот настолько стала ненавидеть. И для меня каждый раз с ним вот разговаривать, это целая трагедия. Потому что все в голове, вот, постоянно я вот это слышу. И каждый раз я просыпаюсь холодным постумом, потому что он мне снится. Спасибо. И я ничего не могу с собой сделать. Спасибо. Снится муж? Да. Ольга, чем здесь можно помочь нашим телезрителям? Я сейчас скажу в нескольких словах, но в первую очередь я бы хотела обратить ваше внимание, что это ситуация, которая требует профессионального вмешательства. Мы слышим, как вы плачете, и вы с вами говорите, что уже это длится год. И возвращающиеся сны про ситуацию с участием человека, являющимся причиной ваших страданий, это ситуация посттравматического расстройства. Пожалуйста, обратитесь за профессиональной помощью. Первое, что вы можете сделать... То есть сама женщина не справится с этим? Год. Год уже. И вот это, то, как она с нами разговаривает, это яркий показатель того, что вот те стадии, о которых мы уже с вами дальше продвинули, здесь еще не произошло даже признание. И вот что я хочу вам посоветовать. Первое, что вы можете сделать самостоятельно, это признать факты того, что здесь произошло. Потому что, по всей видимости, вы признали факт того, что погибла ваша собака, но признан ли факт участия и какого участия вашего мужа, вот я не услышала из рассказа нашей зрительницы о сознании этого события. И то, что они продолжают жить вместе, и клубок переживаний говорит о том, что... Но в разных, скажем так, на разных территориях. Но, тем не менее, если мы имеем такую эмоциональную реакцию, я бы даже сказала, вне зависимости от Татьяны, живут они бок о бок, или живут они врозь, если ситуация проработана, она не вызывает таких страданий. Ну, конечно. Мне кажется, что здесь проблема с взаимоотношениями этих двух людей, женщины и ее мужа, потому что, видимо, она не может просить ему этого поступка и воспринимает его как трагедию, может, предательство, я не знаю, как убийство близкого, если бы это был человек. Как раз с этим ей надо разобраться. И поэтому здесь, я думаю, что ситуация с собакой, она скорее была уже... Катализатором этих отношений, да? Винцом каких-то, наоборот, винцом каких-то предшествующих событий, потому что просто так такие вещи не происходят. Видимо, последней каплей. Было что-то до этого. Видимо, последней каплей. Видимо, да, действительно. То есть здесь нужно разобраться в семейных отношениях. Да, ну и в любом случае хочется пожелать телезрительнице, чтобы вы нашли эту помощь и начали снова жить. Хорошо, спасибо. У нас еще один звонок. Вот, поступил мне показывать. Давайте ответим. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем внимательно. Алло. Алло. Здравствуйте. 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 Я хочу поделиться своим опытом. Так, очень спасибо. У меня погиб сын, и у меня было такое чувство, что я падаю в какую-то воронку. Я падала в нее где-то несколько месяцев. Потом вспомнила, что говорят цветы отцы, что говорят психологи, и вышла в нормальное состояние. Значит, есть такие слова у старства цветых. Если положиться на волю Бога, тогда все, все неприятности будут восприниматься как воля Божия. И все будет хорошо. Тем более, что это так и есть. Спасибо. Спасибо вам большое. Второе. Когда тебе очень плохо, оглянись вокруг и делай добро тем, кому еще хуже. Замечательно. Вот когда я оглянулась вокруг, обнаружила много интересного, что можно было сделать людям, начала делать, и мне стало намного лучше, чего я всем желаю. Ой, замечательно. Вы большой молодец. Спасибо вам большое за такой замечательный звонок. Спасибо. Желаем вам дальнейшей прекрасной жизни. Вот прекрасный пример того, как человек справился действительно. То есть это правильные шаги, Ольга? Абсолютно. Нужно, конечно, сказать, что на первых этапах пока вот не происходят вот эти вот острые фазы, первая, вторая и третья, это, скорее всего, недоступно для человека. Но вот когда налаживается, как раз когда мы с вами говорили про четвертую стадию, когда налаживается новая жизнь, это прекрасный пример того, какие механизмы здесь были использованы. Это то, что не все зависит от человека. И в данном случае апелляция к высшему разуму, к Богу, один из механизмов, который на самом деле помогает в очень частых ситуациях страдания. Вот. И ситуация помощи другим людям. Мы с вами сегодня начали разговор с Норд-Оста, и я вспоминаю женщину, которая потеряла, которая была ранена в живот пули террориста. Осталось жить, ее вынес из зала муж, но муж и дочь потом погибли. И она сейчас гомеопат, помогает людям, и она сказала, что я поняла, что если Бог оставил меня жить в этой ситуации, то все, что я могу, чем я могу быть полезна на врач по образованию, я это буду делать. Да, возможно, это какая-то миссия, которую теперь она выполняет, пусть даже вот такими, ну, в результате вот таких трагических событий. Есть так называемые еще и отсроченные психологические последствия чрезвычайной ситуации, да, то есть то, с чем человек сталкивается уже пережив все это, да, о чем мы тоже сегодня начали говорить, когда какая-то ситуация, если ее правильно не пережить, она эхо может отзываться, не знаю, там, через два, через пять лет, да, там, через десять, а может быть даже и на родных и близких тоже, да, там, на детях сказываться, так ли это только. Что это за ситуации, вот, отсроченные психологические ситуации? Мы с вами сейчас говорим о так называемом посттравматическом средствам расстройства ПТСР, которые употребляются как официальный медицинский термин в нашей стране с 95-го года и в Европе, в принципе. И это тот синдром, который по данным огромного количества исследований самых разных ситуаций может проявиться у одной пятой людей, которые побывали в случайных ситуациях. Не у всех, потому что мы должны говорить о том, что, вот, мы уже говорили о том, как мы уже строим наш псих, да, время лечит. Если поддерживать те процессы, о которых мы с вами сейчас говорим на различных стадиях и решать задачи, которые есть у нас в этот момент времени, то через 6-12 месяцев приблизительно 30% исследуемых не показывают уже наличие стресса. А обследование через 4 года дает нам картинку 50%. Но, тем не менее, нужно сказать, что это цифры, которые делаются на той выборке, которая, в основном, доступна врачам. Поэтому будем говорить о том, что это какие-то ориентировочные цифры, но, тем не менее. Что такое ПТСР, да? Это отсрочная реакция, которая, вот, по некоторым данным, она длится и в течение первых 6 месяцев, но все же это время дается человеку на восстановление. А вот от 6 месяцев до 10 лет и более может тянуться травматический след. И мы, например, с вами говорили про то, что изнасилование, например, дают самые сильные постреакции. А мы знаем, что очень часто эти изнасилования происходят в детстве. И вот человек продолжает жить с этим травматическим следом, иногда даже не помня о том, что произошло. Потому что амнезия является одним из способов нашей психики защититься от травматического переживания. То есть мы при этом теряем часть чувствительности, часть нормального функционирования, но при этом организм может продолжать выполнять вот те бытовые действия, которые необходимы человеку для оживания. О полноте жизни, к сожалению, здесь говорить не будет. Вот несколько слов буквально о детях, о детских переживаниях. Потому что все-таки это тоже очень важная тема, у нас есть еще несколько минут до окончания программы. Как дети переживают? Одно дело взрослые. Но дети, которые тоже... События в Беслане и в Норд-Осте тоже. И события в Крымске, где пострадали, конечно, и взрослые, и дети. Что вот, какие советы можно... С какими особенностями нужно быть знакомым здесь, да, и что нужно делать? Если позвольте, я расскажу как раз про Крымск. Я работала в качестве специалиста на детской площадке фонда «Омноженные сердца», которая специально была организована для того, чтобы родители могли туда привезти детей. И с одной стороны, для родителей заниматься своими задачами и проблемами бытовыми, а дети, что называется, были бы под присмотром. И что можно сказать про реакцию взрослых, про реакцию детей? У детей, конечно, гораздо короче, если восстановление идёт грамотно, у детей гораздо короче вот этот период переживаний. Потому что чем меньше маленький человечек, тем больше у него вот этих смысловых привязок. А потом, во взрослой жизни, это не может, скажем так, отопровить себя? Нету однозначных данных. Смотрите, ПТСР – это вообще-то сумма факторов. Это наличие травмирующего фактора, это наличие определённых характеристик. Например, если когда-то ребёнка в детстве унижали, то потом с большей вероятностью он попадает в ситуацию ПТСР при травме в аварии, например. Посттравматического строительства. Это тоже сумма получается. Плюс к этому очень важную роль играют психо-социальные факторы. Как то сохранение статуса, наличие финансового положения, окружение. В семье, да? Да, это поддержка окружения, особенно близкого окружения, то есть семьи. Ну, в ситуации с ребёнком мы пока ещё не можем говорить про социальный статус и финансовое положение. Но при этом нужно говорить о том, что дети быстро и сильно пугаются. Но если родители себя правильно ведут, то они быстрее восстанавливаются. Вот плюс к этому, например, игровые методы, методы, связанные с вовлечённостью двигательных функций, они дают возможность быстрее восстанавливаться психическим функциям, высшим психическим функциям детишек. Потому что, например, детки, пережившие наводнение, очень чётко показывали снижение интеллектуальных способностей. То есть ты задаешь ребёнку простой вопрос про арифметическую задачу, а в глазах непонимание. Ребёночек теряется, не может ответить на этот вопрос. И вот в этот момент времени бессмысленно апеллировать к таким вещам. А вот вещи, которые погружают ребёнка в более детские формы развития, они, с одной стороны, дают ему живую вовлечённость, то есть он физически, как организм, вовлечён. А с другой стороны, они восстанавливают доверие к миру. Потому что что переживает ребёночек в такой момент времени? Картина мира рушится. Причём она рушится на неосознанном уровне. Так же, как мы с вами говорили. Если у взрослых есть спасительные какие-то привязки, жизнь всё проходит. То у ребёнка этого нет, да ещё? Да, мне нужно заняться какими-то бытовыми заботами. То у ребёнка в этот момент просто полный обрыв связи с миром. И очень возникает сильно, возрождается снова сибиотическая связь с родителями, особенно с матерью. То есть должна быть поддержка родителей в этот момент очень сильной. Да, и близость. И поэтому, например, после катастроф, после наводнений, после всех стихийных бедствий таких массовых, когда была угроза жизни, формы, например, с дистанцированием от родителей, детишек предлагали отправить в детские лагеря специально для родителей. Но это не пошло. То есть это не очень хорошо. Да, потому что в этот момент времени вот эта связь и родителей, и ребёнка, она должна остаться, что называется, абсолютно. Через это снова восстанавливается. Замечательно. У нас несколько минут до окончания программы. Всё-таки вот мы должны завершить тем, что какие советы вы можете дать нашим телезрителям, как правильно справляться с тем, что происходит в жизни, такого трудного, то, что каждый, не знаю, там, отдельно для себя может назвать катастрофой. Будь то действительно настоящая катастрофа, будь то какие-то события в жизни, которые вы считаете катастрофическими для него. И что здесь важно соблюдать, каких ошибок не совершать, чтобы всё это прошло и жизнь продолжалась дальше? Мы так устроены, что ошибки более-менее как-то у нас самих уже заложены. Поэтому я бы хотела сказать о том, что здесь важно в первую очередь выжить. Это самое главное. Все разборки с собой и с миром, они будут потом. Если в той ситуации, когда вы остались живы, но продолжаете страдать, я бы предложила в первую очередь не забывать о таких механизмах социальной помощи, как горячая линия. И нужно иметь в виду, вот если говорить об ошибках, очень часто люди, попавшие в чрезвычайные ситуации, сами стараются выкинуть это из головы. Первая ошибка – это нельзя выкидывать, это надо прожить. И вторая ошибка… То есть как будто это было не со мной, да? Да, да. Это как бы вычеркивается как часть опыта. Не принимается, как это, что со мной произошло и какие я из этого могу сделать выводы. А в чём я стал сильнее? Самое главное, что человек остался жить, да? Вот с этого момента. Это вообще отправная точка, с которой можно начинать любую работу над собой. Раз вы живёте, значит, вы уже победитель. Вот. И очень важно, как мы уже говорили, признать факт, прожить все эмоции, а здесь очень много эмоций, которые социально неодобряемые. В том числе гнев, агрессия. Я бы хотела обратить внимание, что гневаться на кого-то или даже хотеть убить не означает действие, а у эмоций… Желание мщения какого-то, да? Вот это желание надо признать, надо сказать себе, что да, я настолько зол или зла, или настолько несчастна, что мне хотелось бы расправиться с обидчиком, или мне хотелось бы убереть. Вот этот внутренний текст надо проговорить, потому что пока он не проговорён, у человека нет понимания о том, что он на самом деле чувствует. И, конечно, нужно говорить о том, что здесь очень важно… Я уже про это говорила, повторюсь, потому что это действительно крайне важно. Это ключевой фактор восстановления, это доброжелательная поддержка окружающих, в первую очередь близкого окружения. И я думаю, вера в мир, правда же? Вера в то, что выше и справедливо сесть, и это самое главное. Спасибо огромное, Ольга, за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Дорогие друзья, помните об этом, что окружающий мир любит вас и поддерживает. Помните и о том, что из любой ситуации всегда есть выход, и в этом вам всегда поможет Нить Ариадны, ваш надёжный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и обязательно будьте счастливы! Продолжение следует...